МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа День города и Марина Романюк, ведущая выпуска. Смотрите сегодня. Москва сказала стоп. Сергей Собянин остановил мобилизацию. Пока только в столице. Грибные потеряшки. Все больше рязанцев теряют ориентиры в предвкушении лесного урожая. Нулевая результативность. На матч с пересветом рязанские футболисты вышли в ослабленном составе. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении в столице частичной мобилизации. Цитата. По информации военного комиссара города Москвы, задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме, написал он в своем телеграм-канале. Пункты сбора закрываются 17 октября в 14 часов. А повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие. Все розыскные мероприятия в отношении уклонистов в Москве прекращены. В розыске они числяться не будут. По мнению экспертов, завершение мобилизации в Москве негласный сигнал другим регионам о сворачивании мероприятий. Напомню, так называемый лимит по призыву для Рязанской области был ограничен цифрой в 3000 человек. Выходные для главы администрации Рязани Елены Сорокиной выдались довольно насыщенными. На своей страничке в соцсети она выложила видео, где участвуют субботники и инспектируют выбор площадки для строительства детского сада в Семчино. Сегодня вышли на очередной общегородской субботник. Присоединилась к уборке зеленой зоны на улице Советской армии от Новоселов до Зубковой, написала Елена Сорокина на своей страничке. Общегородской субботник прошел одновременно во всех районах Рязани. Неравнодушные приводили в порядок зеленые зоны, парки, скверы и другие общественные пространства. Санитарная очистка охватила все районы областного центра. Работы проводились на территории Кремлевского парка, сквера Керамзавода, сквера на Семи ветрах, Нижнего городского сада, парка Героев Отечественной войны 1812 года, а также в зеленых зонах на улице Советской армии, в районе перекрестка улицы Пирогова, проезда Шабулина, на улице Костачева и Касимовском шоссе. Общими усилиями зеленых зон улиц Рязани было убрано более 45 кубометров мусора, твердых бытовых отходов, листвы и сухих веток. Следующий общегородской субботник запланирован на 22 октября. Принять в нем участие могут все желающие. О времени и местах проведения субботника власти обещают сообщить дополнительно. А накануне Елена Сорокина приехала на строительную площадку будущего детского сада в микрорайоне Семчино. Проектом предусмотрено возведение трехэтажного здания с центральным отоплением на 224 места. Земельного участка под строительство достаточно, почти гектар. На территории будут организованы игровая, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. С сегодняшнего дня участок начали огораживать. И это очень понравилось жителям микрорайона. Сегодня мы наконец-то дождались начала строительства нашего долгожданного детского сада в микрорайоне Семчино. Этот объект очень нужен. На текущий момент у нас всего один детский сад. Мы думаем, что новый детский сад решит очень много проблем. Единственное, на что обратили внимание жители, на обустройство зеленой зоны, расположенной неподалеку от стройплощадки. В сквере проходит теплотрасса, которую будут подключать детский сад. Подрядчик заверил, что после проведения работ благоустройство будет полностью восстановлено. Как написала в соцсети Елена Сорокина, она отдельно указала подрядчику, что машины должны быть чистыми. Нельзя допускать, чтобы грунт с площадки развозили на колесах большегрузы. А еще контролировать стройку рязанцы смогут по видеокамерам, с трансляцией в сети интернет. В Рязанской области за сутки искали людей, вышедших за грибами и не вернувшихся домой. Для поиска одной пенсионерки пришлось подключать вертолет. Первое сообщение поступило в субботу, 15 октября в 14.05. О пропаже в диспетчерскую сообщила сама пропавшая 21-летняя жительница поселка Новая Деревня. Вместе с родственницей она ушла в лес и заблудилась около села Большая Екатериновка. Женщин нашли через два часа, а пока их искали, наткнулись на другую пару жительниц, но уже Шацкого района. Они шли, как им казалось, к машине, на самом деле все дальше отдаляясь. Итого, полиция и местные жители ехали за двумя пропавшими, а нашли четверых. Уже в 18.30 того же дня поступил новый звонок. 67-летний житель села Строевский рассказал, что вместе с 80-летним другом пошел за грибами и заблудился. Машину оставили на проселочной дороге. Нашли пропавших пенсионеров лишь в 7.45 следующего дня. Они провели одни в лесу на холоде всю ночь. Чтобы их найти, местный житель предоставил поисковикам квадроциклы. Мужчин нашли в 15 километрах от места, где они оставили машину. А в Клепиковском районе пропавшую 75-летнюю женщину искали на вертолете. Пенсионерку из поселка Белое искали с 10 по 12 октября. Подключили поисковый отряд Лиза Алерт, медицинский спасательный отряд РязГМУ, специалистов леса на связи, МЧС и полиции. Работали сирены, но пожилая женщина их не слышала. На звонки она не отвечала. Звонили с незнакомых номеров, и она опасалась мошенников. У нее на телефоне стоит соответствующий запрет. Было принято подключить вертолет на спасательный отряд Ангел. Облет территории результатов не дал. Позже выяснилось, что потерявшая не среагировала на вертолет, потому что не знала, что летят именно за ней. Телефон женщина выключила, чтобы экономить заряд. Полиция пыталась вычислить ее по биллингу, но точки все время были разными. Пенсионерка на месте не стояла. 12 октября пожилая женщина вышла на связь сама. Она позвонила сыну, сказала, что видела вертолет. Сделали повторный вылет, и только тогда ее нашли. С помощью вертолета ее отправили в больницу. Полиция освободила местный стадион для посадки борта. Как хорошо, что я заблудилась на старости лет, на вертолете покаталась. Когда б такое было бы, сказала потерявшаяся уже в больнице. Каждый второй рязанец поддерживает отмену праздничных новогодних мероприятий. Специалисты сервиса по поиску выскооплачиваемой работы Superjob провели опросы, узнали, поддерживают ли работодатели Рязани инициативу по отмене новогодних праздников в январе. Выяснилось, что четверо из десяти работодателей пока еще планируют новогодние корпоративы. 17% будут отмечать Новый год в офисе, еще 19% готовят вечеринку в ресторане. Лишь 1% планируют поездку за город, 5% предложили иные варианты празднования. При этом тренд на отказ от публичных мероприятий на этот Новый год поддержал каждый второй рязанец, а это 52%. Причем за отмену массовых новогодних увеселений женщины выступают чаще мужчин, 54 и 48% соответственно. А респонденты старше 45 лет, чаще граждан до 34 лет, 57 и 46%. Напомним, ранее губернатор Павел Малков сообщил, что новогодний фейерверк в Рязани запускать не планируется. Также не будет и массовых мероприятий, требующих серьезного финансирования. Рязано-Окское историческое сообщество, Рязанский областной научно-методический центр народного творчества, музейный историко-культурный комплекс Шиловского района и детские школы искусств представляют тематическую выставку реконструкции украшений и одежды культуры рязано-окских могильников, приуроченную к пятилетию Рязано-Окского исторического сообщества под названием «Лики забытых предков. Рязано-Окская археологическая культура». Выставка посвящена эпохе раннего Средневековья на территории Рязанской земли, времени, когда наш край населяли носители культуры рязано-окских могильников. Рязано-Окская археологическая культура просуществовала на территории Среднего поочия с первых веков нашей эры до конца первого тысячелетия, повлияв на образование таких этносов, как Мещера, Мурома, Эрзя, Мокша, Марицы и во многом являясь протогосударственной базой формирования Северо-Восточной Руси и современной России. У рязано-окцев четко прослеживается воинская элита, в которую входили и женщины. Часть женских погребений содержит не только украшения, но и оружие. Считается, что в рязано-окской культуре женщина это и главный человек, и правитель. Особенности те, что вообще женщины в этой культуре в том, что это и воин тоже, то есть и погребены они были, так же, как и мужчины с оружием. Женщины воевали наравне с мужчинами, оставаясь вместе с тем хранительницами домашнего очага. Женский мир наполнен традицией. Женские украшения сакральны. Это обереги или некое отражение мировоззрения прошлого. Это мир великой богини, матери всего сущего и ее дочерей-хранительниц, удивительного края с загадочным именем Мещера. Благодаря работам археологов, антропологов и генетиков, сегодня мы можем не только увидеть интересные археологические находки, но и познакомиться с воссозданными реконструкторами-художниками-образами раннего средневековья. Это предметы, реконструированные в ходе раскопок рязано-окских могильников, то есть это десятилетиями собиралось. Главные экспозиции, настоящие украшения, элементы одежды рязано-окцев находятся в Шиловском музейном комплексе. А здесь только представлено, чтобы любой человек мог прийти и посмотреть, как это выглядело. Но это не настоящие вещи, специально состаренные. Это можно увидеть здесь, потому что это областной центр. Может быть, в Шилово не каждый сможет съездить. Впервые экспонируются портреты древних жителей нашего края, воссозданные по черепам в лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН под руководством профессора доктора исторических наук Веселовской. Экспозиция насчитывает более 300 предметов реконструкции. Кроме того, зрители смогут ознакомиться с поражающей своим разнообразием художественной графикой коллекции картин, созданных художниками-педагогами Рязанской области, посвященных женскому миру рязано-окских воительниц. Это работы художников-преподавателей детских школ искусств и некоторые работы их учеников. Они посвящены именно облику женщины. Тематическая выставка реконструкции украшений и одежды культуры рязано-окских могильников, приуроченная к пятилетию рязано-окского исторического сообщества, лики забытых предков рязано-окско-археологической культуры, является 18-м выставочным мероприятием цикла «Мастера Рязанщины» 85-летию Рязанской области. Проходит в рамках национального проекта «Культура» и федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Она открыла свои двери по адресу Урицкого, 72 и продлится до 25 октября. Выставка будет работать ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 10 до 17. Вход бесплатный. Главной интригой матча футбольного клуба «Рязань» с Домодедовским пересветом была гипотетическая возможность взять реванш за поражение в Кубке России. А гипотетическая она стала после резкого пополнения в лазарете команды после недавнего матча с Родиной. Выбрать состав стала настоящей головной болью для тренера рязанцев Дмитрия Сережкина. К матчу с Пересветом своим недавним обидчиком в Кубке России футболисты Рязани подошли с серьезными кадровыми потерями. По разным причинам основной состав недосчитался сразу четверых игроков. Два удаления и две травмы – итог предыдущего матча с Родиной, что, естественно, сразу отразилось на тактике рязанцев. Тем не менее, в первом тайме инициативой больше владели хозяева, сделавшие акцент на фланговые проходы, навесы и пальбу из-за штрафной. В некоторых моментах галки про гостей играл просто героически. В таком цикле, где у нас игры через три на четвертый, мы как бы с выезда берем очки. Это как бы радует. Единственное, что мы очень мало забиваем пока. Ну и, конечно, наверное, на таком поле. Мне жалко вообще команду Рязань, если честно. Я как бы новый человек здесь. Но если команда тренируется на таком поле и играет на таком поле, ну, наверное, многого стоит ребятам дать должное, потому что, ну, это некачественное поле. И травмы, которые сегодня случились, они не случайные. Где-то, наверное, повлияло и качество поля. Во втором тайме гости отодвинули игру от своих ворот и пытались действовать на резких контратаках. Но мастерства в этих моментах им явно не доставало. А вот рязанцам усилить игру просто было некем. В итоге нулевая ничья. Да, не хватило нам ребят, которых мы потеряли с родины, к сожалению. Я думаю, что они бы усилили сегодняшнюю игру. Ну, аксионово сотрясение, поэтому сейчас пока в любом случае пауза. Теперь дисклюзицированно вернуться, а до родины пока под вопросом. После этой ничьей ситуация в турнирной таблице значительно уплотнилась. Рязань пока шестая. Впрочем, следующие два матча у нее в гостях. В Туле с Арсеналом и в Курске с Авангардом. На своем поле, кстати, в матчах с этими командами подопечные Дмитрия Сережкина взяли всего одно очко. Зима близко. Холодный ветер срывает с деревьев золотые листья. Лет спустеет. Грибники завершают недолгий, но плодотворный грибной сезон. А ночами вот-вот, по прогнозам синоптиков, начнутся заморозки. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало региональное управление МЧС. В понедельник 17 октября на территории Рязанской области плюс 11 днем. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью преимущественно без осадков. Ветер юго-западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы ветра со скоростью от 12 до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью на вторник составит от минус 1 до плюс 4. Днем будет от плюс 6 до плюс 11 градусов. Сегодня отмечается память священномученика Ерофея, жившего в Афинах в первом веке. В христианство его вместе с Дионисием, а Реопагитом, память которого совершается накануне, обратил апостол Павел. Он же посвятил и Ерофея, бывшего на тот момент членом афинского Реопага, в сан епископа. По преданию оба епископа, и Ерофея и Дионисий присутствовали при погребении Девы Марии. Святой погиб от рук язычников, войдя в историю как мученик. С Ерофея и зима шубу надевают, говорили на Руси, замечая, что с Ерофея холода сильнее. В народе верили, что на Ерофея по лесам бродят лешие, при этом громко кричат, хлопают в ладоши и хохочут. Такое веселье продолжается до следующего утра. С первыми петухами лесной дух проваливается сквозь землю, чтобы вновь выскочить наружу уже весной. В этот день в лес старались не ходить даже в случае крайней нужды. Леший неродной брат переломает косточки не хуже медведя, говорили люди. В последующие дни теплее не станет. Во вторник и среду ожидаются осадки в виде дождя. Температура днем не поднимется выше 11 градусов, а вероятнее, что воздух прогреется лишь до 6-9. Ночами в течение всей недели около нуля. Возможны заморозки. На этом все новости понедельника. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин